Абсолютно точно. Есть этот путь отцифровать и дать возможность тем, кто хочет по этому пути пройти, не совершать свои ошибки, ускориться там, где теперь уже это возможно благодаря накопленному теоретическому знанию. И как можно быстрее прийти к красоте, которую каждая женщина заслужила. Ну что ж, идём дальше. В первую очередь хотелось бы понять, насколько хорошо вы меня слышите, насколько вы меня хорошо видите. У меня есть прямая связь со всеми пользователями, поэтому добрый вечер, Анна, добрый вечер, Кристина, добрый вечер, Юлия. В Инстаграме что-то идёт, пишет Анастасия, вебинар идёт в Инстаграме. Всем привет из Хабаровска, всем привет, рада вас видеть, рада вас слышать. Поэтому, если вы меня хорошо видите и слышите, то если вам не сложно, поставьте, пожалуйста, плюс в чат. Итак, жду ваши плюсы. Если вы меня видите хорошо, если вы меня слышите хорошо, поставьте, пожалуйста, плюс в чат. Итак, плюсики должны подтвердить то, что меня хорошо видно и слышно. Добрый вечер, Дагестан, добрый вечер, Ступино. Плюсики, плюсики, плюсики вижу, спасибо большое, значит, перехожу к следующей части нашего разговора, что мне интересно. Интересно, знаете, узнать географию своих подписчиков, из какого вы города, поэтому давайте познакомимся. Можете быстро написать, кто из какого города. Итак, жду. Кто из какого города. Девчонки, большое спасибо за плюсики, за много плюсиков. Из Киева очень много пользователей, это приятно. Украина с нами, очень приятно. Девчонки, у меня очень много знакомых живут на территории Украины. И мы продаём косметику тоже на территории Украины. Казахстан, Алматы, дальше. Ой, как много городов, я даже не успела читать. Харьков, Уфа, Вильнюс, Иркутска, Липецк, Уфа. Магадан, Греция, Тюмень. Как приятно. Новосибирская область, Алматы, Юнайтед Кингдом. Невероятно вообще. Тольятти, Кутаисия, Санкт-Петербург, Львов, Армения, Москва, Саратов, Сургут, Голгоград, Бис. Вас очень много. Махачкала, Киров, Красноярск, Париж, Алтайский край. Очень рада познакомиться с вами. Большое спасибо за доверие, которое вы мне оказываете. Я надеюсь, что я вас не подведу. Кстати, раз уж есть такая возможность непосредственного общения в прямом эфире, очень хотела бы узнать, кто чем занимается, какой род деятельности вы представляете, какая у вас профессия, привет, любимый Тбилиси, Стерпухов, Казань, Альметьевск, Лондон, Республика Адыгея. Девчонки, кто чем занимается? Какую профессию вы выбрали? И просто интересно понять, какой основной таргет тех пользователей, с которыми хотели бы купить, приобрести вот эти пакеты, которые мы будем предлагать в конце вебинара по улучшению собственной внешности. Флористы, логистика, менеджер по продажам, преподаватель, менеджер, переводчик, бухгалтер. Из Тбилиси, привет, журналисты, учитель-япониста в Ереване, главный бухгалтер, дизайнер, стоматолог, переводчик, журналист на телевидении, банкир, банковский сотрудник, кадастровый сотрудник, преподаватель, частный бизнес, Берлин, врач, администратор Центра Красоты, финансовый стилист в бизнесе мужа, технологический бизнес, врач, стоматолог, таролог, геолог. Очень классно, рады вас всех поприветствовать, рада, что мы с вами встретились сегодня. Медсестра, адвокат, айтишник, очень приятно. Нутрицологи тоже есть среди нас. Что мотивировало вас прийти в эфир? Интересно. Если можно, расскажите, с какими запросами вы бы хотели разобраться в первую очередь. Ну, то есть, что вас побудило прийти и посмотреть этот вебинар? Что вас интересует больше всего? На какие вопросы вы бы хотели, чтобы я ответила в первую очередь? Итак, жду ваши ответы. Вы меня вдохновляете. Ваш опыт, живое общение, здоровье. Интересно. Ой, как много вообще людей. Хотелось бы узнать мою историю. Мой внешний вид и как все успеть. Как мне удается так выглядеть. Хочу фигуру, как у вас. Хочу выглядеть, как у вас. Мотивация на спорт, тренировки, правильное питание, преображение. Хочется. В общем, суть в целом следующая. Сохранить красоту, выглядеть моложе и узнать, в чем мой личный секрет и рецепт. Ну, давайте начнем встречу тогда. Если можно, возьмите, пожалуйста, все ручки. Возьмите блокноты, чтобы фиксировать важные моменты и инсайты с этой встречи, презентации которой в открытом доступе не будет. Поэтому, если все вооружились ручками и блокнотами, то дайте знать, и я начну, собственно говоря, сам рассказ. Ну, что ж, поехали. Итак, давайте вспомним несколько фактов обо мне. Кто я такая? Я Тина Кандалаки, мне 45 лет. У меня двое детей. В рейтинге самых цитируемых журналистов я занимаю шестое место. Количество бизнесов, в которых я являюсь учредителем и совладельцем, пять. Это косметика энселоджи, это ресторан Тинатин, это спа-центр Коперник, это Гарбон Продакшн и это школа красоты. Вот, собственно говоря, если коротко, несколько фактов обо мне в цифрах. Что вы сегодня узнаете, зачем, собственно говоря, эта встреча, и что полезного могу вам принести? Сегодня вы узнаете о том, что мой путь трансформации, которому, в принципе, можно уже сказать, практически 30 лет, он уложился в четыре основных этапа, про которых я вам обязательно расскажу. На каждом этапе понятно, что у меня были определенные эксперты, и я хочу пошагово забрать с вами каждый этап. Ключевой шаг на каждом этапе ухода за собой – это очень важный момент такой поворотный, когда вы совершаете какое-то действие, и через какое-то время начинаете видеть результат в зеркале. Это третье, о чем я расскажу. И четвертое – вы получите ответы на самые яркие вопросы, которые я увижу в переписке в конце, собственно говоря, вебинара, и я на них отвечу. Переходим тогда к следующей части. Итак, я назвала свою презентацию следующим образом. Как стать современной королевой жизни? Вот когда ты женщина, ты уверена в себе, ты понимаешь, что ты управляешь своим возрастом, своей энергетикой, своим настроением, и ты же всегда должна чуть больше, потому что ты окружена семьей, ты окружена близкими, ты окружена заботой, ты женщина, ты отвечаешь за всех – за родителей, за мужа, за детей, за сотрудников, если работаешь, и при этом к тебе всегда требования гораздо больше, потому что все хотят, чтобы ты еще и шикарно выглядел. И все говорят, ну, скажем так, большинство, не люблю абсолютизацию, что это достаточно сложно. Но, если вы мне поверите, то смотрите, здесь не будет рассказ о том, как я нашла какие-то там магические техники, у меня их нет. А здесь не будет рассказа о том, что нужен пилинг с астероидной пылью, и у вас зацветет лицо. Это тоже не работает. Это моя личная история, как выполнять ряд очень грамотных действий. К сожалению, их надо выполнять последовательно, день из-за дня. И только тогда вы получите очень четкий результат. Вы, конечно, тоже можете стать королевой. Я точно так же в 15, 16, 17, 18 лет думала о том, что я никогда не буду красивой, никогда не буду нравиться себе. Поэтому каждая женщина может начать нравиться себе, и это зависит исключительно от нее. Не важно, где вы находитесь, не важно, какой у вас статус, не важно, чем вы занимаетесь, все реально в ваших руках. И используя мою историю, мою опыт, вы точно сможете прийти к своему личному результату, своему личному уровню красоты, здоровья и энергии. Значит, почему мне никогда не нравилась сказка про Золушку? Во-первых, потому что меня это дико раздражало в детстве, почему в сказку Золушка всегда вмешивается добрая фея? Ну, то есть, типа, ты ничего не делаешь, и кто-то там пришел, и меняет твою жизнь. Я вот не очень верю. В реальной жизни, как вы прекрасно понимаете, такая фея появляется крайне редко, крайне редко кто-то приходит и говорит, слушай, я хочу изменить твою жизнь, вот тебе, собственно говоря, волшебные средства, и благодаря волшебным каким-то добавкам твоя жизнь изменится в лучшую сторону. Как правило, умные, красивые, сильные женщины, они полностью делают себя сами. Здесь никто не исключение, и если кто-то из вас хочет про себя грядя в зеркало сказать, я умная, я красивая, я состоялась, я уверена в себе, вам надо понимать, что здесь все зависит исключительно от вас. Нет никаких побочных, вспомогательных явлений, как феи, нет никаких обстоятельств, есть только вы, ваше воле и ваш характер. В наше время, любая из нас может стать феей, собственно говоря, для себя самой. Для этого себе нужно открыть четыре суперсилы. И про эти четыре суперсилы я сегодня расскажу с большим удовольствием. Досмотрите эфир до конца, и вы точно узнаете, сможете записать, что же такое эти четыре невероятные суперсилы. Ну что ж, этап первый. Этап первый я бы назвала так, осознание. То есть, когда вы смотрите, вот особенно сейчас, это очень смешно, когда смотришь на свои фотографии, когда мне там, условно говоря, 15 лет, мне их не так много, но нашла недавно свою фотографию, смотришь на себя, и в общем, вначале понимаешь, что даже если сильно похудеешь, на конкурс красоты тебя не возьмут. На себя смотришь и понимаешь, что даже если будешь, очень стараться излезть из кожи вон, явно ты не станешь длинноногой, высокой блондинкой. Ну и как-то хорошо, когда это понимаешь, как можно раньше, потому что чем раньше это поймешь, тем раньше выберешь свой путь. В общем, до 15, где-то с 15 до 25 лет, наверное, это был самый интересный этап, когда я себя искала, я себя находила, и я поняла, что то, что некоторым дано от рождения, высокие, стройные, красивые, мне придется заработать тяжелым трудом. Дальше я очень многое открывала в себе, и это была такая горькая, неприятная правда, которую не каждая женщина хочет себе сказать, а тем более девушка. Ну, например, пирожные и булочки. Я очень люблю вкусно есть. Вы даже не представляете, насколько вкусно я люблю есть. Значит, когда я жила в Тбилиси, я, собственно говоря, росла в период, когда рухнул Советский Союз, и, соответственно, появились первые кооперативные магазинчики. И в этих кооперативных магазинчиках рядом с моим домом продавалось несколько любимых мною блюд. Значит, это был хлеб-лаваш, вы знаете, что есть такой вот, как бы, такой удлиненный хлеб-лаваш, который делается в том, это называется, это специально такая глиняная, значит, блинный тандыр, назовем это так. И когда вот он особенно горячий, этот хлеб, ты его берешь, разрезаешь, значит, одним слоем накладываешь сливочное масло, сверху накладываешь сулгуни молочный, чтобы он прям сочился, потом, значит, соответственно, сверху помидор, может, еще несколько лепестков тархун, и это просто так вкусно. Я думаю, что сейчас вот так, по средним оценкам, это где-то тысяча килокалорий, если не больше. В общем, все это съедаешь. А я уже про это много раз рассказывала, но с удовольствием расскажу еще раз. Я очень любила французские фильмы. И вот, собственно говоря, я ложилась в кровать, шла программа «Иллюзивы», где показывали просто классику французского кинематографа. Лежу я, соответственно, вот идет эта классика французского кинематографа, и я вот такой вот реально лаваш, значит, сладко заедаю. Дальше, когда заканчивался лаваш, я еще очень любила пирожные, в общем, до сих пор люблю, когда вот пирожные сделаны из безе. И вот были такие большие безе, они были кофейные, и внутри был заварной крем, перемешанный с обжаренным грецким орехом. Сверху на этом безе, она была конусообразная, на его вот тыльной части был налит шоколад, вот так вот, как бы, там весь окутан он был шоколадом, тоже жареные орехи. То есть это тоже там, где-то 250 килокалорий. Таких я съедала штуки три. Особенно я любила фильм «Анжелика и король», и вот, собственно говоря, когда шел фильм «Анжелика и король» или вот эта вся сада о приключениях Анжелики, я очень любила «Жофрея да Пейрака», и просто заедая, соответственно, лавашом и пирожными, мечтала о том, как я заменю Анжелику на ложе «Жофрея да Пейрака». Но в какой-то момент я поняла, что, конечно, эта кровать у меня везет не туда. И мне папа подарил белый тренажер, на котором я стала заниматься. Это был такой первый прообраз белого тренажера, очень простенький, ну и вот я стала на нем работать до потери пульса, чтобы похудеть, склоняла весь этот накопленный благодаря французскому гинематографу жир. И приблизительно где-то я 16-17 оказалась на грузинском телевидении. То есть у меня начался очень серьезный интенсив по работе. То есть с одной стороны я поняла, что я не длинноногая блондинка, я никогда уже не буду. У меня никогда не будут просто хорошие фигуры. То есть то, что у других людей есть от рождения, просто мне это надо заслужить. Мне надо работать, мне надо заниматься спортом. И в принципе тот режим, который у меня сегодня, он у меня сформировался много-много лет назад. То есть вот в своем сегодняшнем режиме я в принципе живу 30 лет. Шаг первый. Наверное, я бы сказала, что конечно же основным шагом моей трансформации, основным критерием моей трансформации является в первую очередь спорт. В первое время результаты давлюсь очень тяжело, потому что вы меня уже знаете с периода инстаграма, когда я регулярно занимаюсь спортом. И вам кажется, что это все классно, мило. Вот. Но, конечно, мне это дико надоедало. И это было очень утомительно. Я хотела есть, я хотела отдыхать, я хотела спать. Я не хотела на этом глупотранжере крутить педали, но никакого другого выбора не было, потому что именно благодаря регулярному спорту у меня появилась привычка работать над собой. Просто бегать недостаточно для глобальных трансформаций. То есть, вначале ты начинаешь заниматься спортом, абсолютно не подключая голову. То есть, ты делаешь это механически. И потом, в какой-то момент, когда спорт становится осознанным, как и многое другое, что мы делаем, то результат, который вы начинаете получать, он становится абсолютно другим. Самый часто задаваемый вопрос. Тогда, какие тренировки работают? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, я сегодня решила объединить всех специалистов, которые со мной работают. и первым специалистом, с кем я бы хотела поговорить, будет Миша Кузнецов. Миша мой личный тренер, вы все его знаете. Поэтому давайте Мишу пригласим в студию и, собственно говоря, с ним поговорим. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Всем здрасте. Здравствуйте. Миш, начну по порядку. Вот, я много лет тренируюсь и я никогда не бываю довольна результатом. То есть, мне многие люди пишут и говорят, ну, у вас нет такого идеального результата. Вот, как вообще ты считаешь, чтобы быть на идеальном результате, если я правильно тебя понимаю, то есть, надо находиться все время на жесткой диете. Чисто психологически находиться на жесткой диете все время очень тяжело. Вот, что есть идеальное состояние для нас, для женщин, кто хочет хорошо выглядеть, но кто не является фитнес-тренером, то есть, кто все время не может находиться в супер-форме? Ну, давай остановимся на том, что не каждый фитнес-тренер еще выглядит так, как ты. Второй момент. Здесь нужен контекст. Контекст того, что возможность есть, когда ты захочешь, это строжайшее зло, так сказать. А как это, Миша, происходит? Вот, у тебя же очень много клиентов. расскажи, самый интересный случай. Ну, то есть, я в этом смысле, за то, что мы с тобой встретились, когда у нее более характер были сформированы, я, в принципе, могу терпеть. Ну, ты знаешь, я обожаю сладкое, ну, и хорошо, окей, я могу жить в мире, где я или вообще его не ем, или ем только там до 10-11 часов утра. Но вот почему женщины срываются? То есть, если мы с тобой договаривались, что я сижу на диете, я сидела на диете, вот почему женщины срываются? Но нет тайминга, нет системы, нет, еще раз говорю, понимания контекста, что мы, биологические машины, мы так же работаем. Утром мы просыпаемся, вечером мы хотим спать, уснул, закатом, и у нас работают гормональные процессы. С едой то же самое. Когда мы что-то съедаем, в нашем организме вырабатывается куча всяких гормонов, которые включаются и пищеварение, и восстановление, и так далее. Так вот, когда мы едим постоянно, по чуть-чуть, обычно с прошлыми экспериментами, когда было, помнишь, модное дробное питание, когда там по чуть-чуть ели, по 7-8 раз, это так же влияло на, наоборот, на улучшение физической формы, жировая прослойка не уходила, и этот процесс совершенно был бесполезен. Почему же тогда его использовали? Использовали, потому что белковая сама диета, она давала хороший результат, но недолгий. Как помнишь, мы несколько раз заходили на, был такой известный дюкан, помнишь? Да, мы с тобой сидели на дюкане, мы с тобой сидели на дробном, но мне вот больше всего подошло интервальное, потому что интервальное, в принципе, закрываешь рот и не ешь. Да, и вот здесь уже интервальный процесс, вот этот контекст, когда ты, у тебя отсутствует возможность есть, когда ты захочешь, ты себя снутри организовываешь. То есть, вот эти перекусы, ты считаешь, они очень вредны? Абсолютно точно. Давай так, по порядку, сколько надо тренироваться, для того, чтобы увидеть первый результат? Вот какое количество дней в неделю? Недавно написал пост по поводу этого, дайте сначала себе маленький отрезок времени, это месяц, да, и без ожидания, что ты через два дня, через три, через неделю получишь какой-то результат, просто идти последовательно, три-четыре тренировки в неделю, регулярно, не срываясь, опять же, с процесса, тренироваться и питаться по интервальному принципу, да, это 16-8, самый жесткий, как мне кажется, да, но начинать лучше, это 10 часов, когда ты находишься без еды, и все остальное время ты можешь уже покушать. А скажи мне, пожалуйста, такую вещь, Миша, вот всего сколько тренировок лучше в неделю? Две, три, четыре? Три-четыре. Три-четыре. Вот здесь, как бы, да, там очень много вопросов поступает по поводу того, что надо ли тренировки делить на две части, это силовая и она ровная? На данный момент, наверное, не надо их делить, почему? Потому что у нас есть представление, что мы должны пойти в зал, что-то тяжелое поднять, потом мы должны все это потянуть, где-то побегать и так далее. Но даже в рамках этого года, который был непростым, занимались люди и дома, и на улице, очень много открылась систем, техник, где ты не обязан что-то сильно поднимать. Здесь может сыграть роль количество повторений, интенсивность, опять же, больше тренировок. Но вот честно, женщины, у которых ты смотришь иногда в интернете, вот у них какая-то невероятная фигура, суперкубики, вот каким образом они этого достигают? Упорным трудом, конечно, наверное, есть много дарований, в основном, правда, есть... Когда ты мечтал, просто вот тело, просто тело, вот от рождения, оно такое. А сколько, вот какие у тебя самые радикальные примеры, когда, говорили, кто-то к тебе пришел, похудел на 20, на 30 килограмм, такие примеры были? Были, были, но, опять же, был исключительно большой вес, это было под 100... Это была девушка? Сколько ей было? Это женщина была. 37. Вот. Ей было... У нее был вес, она была высокая? Нет, она, в принципе, не высокая, наверное, метр 73, метр 74, наверное, высокая все-таки для женщины, для девушки, 37 лет, но вот она похудела на 20 килограмм, и особо разницы, как бы, как таковое, она не увидела, ну, то есть, и потеряла мотивацию. Вот такая история, к чему она учит, да? Потому что нужно... Почему? Почему она потеряла мотивацию? Ну, потому что она, ей показалось, что она застряла, и вот даже если она на 20 килограмм похудела, и ничего визуального у нее не изменилось, значит, она не станет той, о ком она мечтала, или этой красавицы, которая надумала, что она... А какое у тебя процентное соотношение вот тех людей, которые остаются в спорте? Ведь смотри, поменять человека, это одно, но убедить человека, что это ежедневный, еженедельный, ежемесячный труд на всю жизнь, это другое. То есть, ты абсолютно правильно говоришь, мы с тобой столько людей в зале видели, то есть, есть люди, которые, ну вот они родились с очень хорошей фигурой, и долгие годы, многие годы, они с этой фигурой живут, ее сохраняют, как бы, там вот этот такой божий дар, можно сказать, но не у нас, что называется. Вот, мне для того, чтобы сохранять, опять-таки, да, хорошую форму, а желательно ее улучшать, мне надо тренироваться регулярно, следить за питанием регулярно, то есть, я вообще не могу себя распустить, и это просто трудно всю жизнь. Вот, когда к тебе приходят люди, какое количество людей понимают, что это трудно всю жизнь, процентном соотношении, и остается с собой обновленным, а какое количество людей все-таки срывается, и, говорит, да, ну и вот даже вот так. Да, здесь есть такие, наверное, две категории, которые, люди, которые хотят хорошо себя чувствовать, позанимавшись спортом, ну и заодно похудеть. И вот у них, стопроцентная статистика, что они остаются, они тренируются регулярно, даже если какие-то есть перерывы, они все равно возвращаются. Вот вторая категория, которая приходит точно похудеть, и, скорее всего, с долей какой-то иллюзии в голове, они, конечно, очень часто срываются. То есть, я даже боюсь представить, ну, это практически каждый второй, каждый второй, ну, то есть, приходят люди, с запросом похудеть, и сдаются. То есть, что-то не работает в привычках, что-то упускается. То есть, как тренер, максимально даю информацию, максимально даю все советы, мы прорабатываем, проговариваем все, ну, как бы, техники, которые можно использовать. Но здесь, как я думаю, большая ошибка в том, что, еще раз, едят, может быть, едят стихоря. Да, вот, хотел сказать слово. сам себя не обманешь, ты все время не говоришь о том, что ты говоришь клиентам, не надо меня обманывать, вы не меня обманываете, вы себя обманываете. То есть, если вы будете, собственно говоря, следить за собой, многие пишут, Миша, нет силы воли, стресса на работе, стресса дома. Ну, вот, как на самом деле, вот, ну, мы можем людей научить, там, я полюбила вот свое меню. У меня реально, если хотите, учреждение, могу вам прочитать, мое, например, там, теперешнее меню. Вот оно одно и то же, оно не меняется, вот вам, пожалуйста, вот мое меню. Значит, уже столько времени оно одно и то же, с утра, значит, например, я очень хочу, хотя, я могу тебе сказать, я месяца три не ела бурату. Вот, если очень, я люблю очень бурату, если прям очень хочу бурату, вот это утренний завтрак, пожалуйста, но это месяца три не ела. Гранола, ягодная, шоколадная, у нас есть такой определенный сорт гранола который я могу есть но вот пожалуйста каша овсяная кукурузная на кокосово-миндальном молоке с яблодами шоколадом обожаю вот я сегодня поела миша и все я ее поела в 9 утра и второй раз я поела в 5 часов 2 крабовые котлеты значит омлет с креветками дальше омлет сырами скрабл 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 с рыбой белок с белком белок с белком понимаешь то есть вот вокруг да около и это все а всего лишь нам даже вот когда люди видят ваши деньги вот при моих деньгах вот вам эти не как бы 10 блюд вокруг я возьму схожу эти блюда можно еще раз ребят варьировать какой собирать да 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 то есть брускетта с турцом это есть такой как бы спортивных лет там который мы с тобой как бы знаем и пожалуйста можно этом хлебе там этого лососи есть можно не лосося а вместо лосося там не знаю нерку положить все что хотите то есть то смысл не меняется все равно это будет одно и то же да абсолютно то есть смысл весь то что она весь как бы да там все просто нужно переучить чтобы весь основной колораж употреблять до 4 часов поправить если я ошибаюсь в нашем случае да но прежде чем чтобы мы подобрали эти 10 продуктов мы действительно приложили много сил пробовали разные продукты и действительно по вкусу чтобы не уставать чтобы продолжать активно еще при этом и работать и тренироваться и есть еще личная жизнь как бы все это мы учитывали соответственно подобрали не сразу это не волшебная какая-то диета который да ну просто вы попробуйте вот ты меня ругаешь я вот чуть-чуть сладкого стала есть с 9 до 10 утра я ем это сладкое перед тренировкой даже просто но иначе у меня если глюкоза в организм не поступает я схожу с ума иногда мне надоедает и обратно возвращаюсь то есть мир авокадо огурцовый зелень но в целом когда ты знаешь что все что условно говоря ты не можешь съесть вечером ты можешь съесть с утра то это очень психологически помогать это подошло мне мы с тобой всегда говорили что нет такой панацея вам никто и сказать вот лично вам подходит только интервали вам уж не подойти потому что вы не можете вечером не ездить вы все равно срывать да конечно то есть все всем надо подбирать под себя но важно а искать и б найти как ты можешь вдохновить мотивировать даже те кто не купит допустим мой курс на то чтобы много девчонок пишет я не могу вот как есть под не есть после 4 как сохранить энергии если тренировка в 7 часов вечера но я могу сказать а я работаю весь вечер вот мы сейчас закончим вебинар я дальше пойду работать я закончила есть сегодня в три часа дня вот как я держусь но на тебя переучить как-то так ты вдохновишь как мотивируешь я конечно стараюсь и соцсетях об этом писать и рассказывать и из последнего курса когда девочки худели я неким сделал подарок книгу не знаю будет реклама или нет джейсон фанг это интервальное голодание это удивительный труд который вы можете купить и изучать его наслаждаться очень простым текстом и простыми техниками до которые там написаны то есть если нет денег нужно приложить усилия действительно прочитать информацию хотя бы об этом и со своей стороны это результаты моих клиентов спасибо тебе огромное я надеюсь что ты поможешь тем кто решит выбрать наш курс и также какие когда-то помог мне красиво твоя кстати база миша держится я хочу тебе сказать даже если мы ставим тренируемся каждый день в эту основу которую ты меня заложил я конечно никуда уже не да надеюсь что летом поедем в кэп все вместе вот и нормально как группово зажжем спасибо тебе большое перехожу тогда к следующей части своей презентации то есть системный спорт про это уже я сказала как бы да там основные описала основные вехи и сейчас когда там переходя к следующему слайду что такую систему тренировок это первый элемент современной феи то есть вот я когда говорила о четырех элементах первую очередь конечно имела ввиду спорт вы знаете если бы в моей жизни не было бы спорта вообще ничего бы не случилось вот девчонки пишут кофе чай финики манго что и девочки это бесконечный разговор то есть теорий так много что всю жизнь может учиться тому пить кофе или не пить почему не пить я все-таки нет пить чая пить не пить пить меня спрашивают какая марка воды у вас друзья вы не поверьте марка воды у меня я правда очень много пью вот и опять таки то что подходит одному абсолютно не подходит другому но собственно говоря весь наш курс он про то чтобы найти себя а не повторить меня переходим соответственно к следующему этапу попытки 25-30 лет это тоже определенный такой возраст определенная веха то есть 35 летки за одну я перепробовала практически все на свете ну то есть уже это такой возраст когда ты впервые если рано начинаешь начинаешь утомляться то что ты все время занимаешься занимаешься все время что-то преображаешь и тебе очень хочется чтобы вы знаете в какой-то момент вот ты понял что я пришел к результату теперь я буду пользоваться а ты к нему не приходишь понимаете потому что как только ты этот результат закрепил он скользает и ты понимаешь что нужно продолжать заниматься для того чтобы этот результат закреплять для того чтобы этот результат постоянно улучшить Как только восстанавливаетесь, вы стагнируете. Бег по стадиону. У меня был такой период, когда это были единственные тренировки, которые у меня были. У меня не было денег на спортзал. Я занималась дома. Я бегала исключительно на стадионе. Когда у меня был выбор купить одежду или крем, я всегда выбирала крем. У меня даже, когда я работала на СТС, уже будучи звездой, у меня знала себя страна. Мы наносились, смеялись и говорили, почему у меня несколько спортивных костюмов, которые я все время меняю. То есть я хотела этих спортивных костюмов, потому что я не хотела тратить деньги на одежду. Я покупала родительную квартиру, себе квартиру. А все оставшиеся деньги я тратила исключительно на косметику и косметологов. И, ну конечно же, определенным сложным этапом было появление детей, потому что это меня дико отбросило назад. У меня было очень сильное прибавление по весу. Я поправилась на 25 кг во время беременности первым ребенком и второй раз я сильно поправилась. Но я достаточно быстро вернулась в зал. И вот еще важная часть, о которой я хочу рассказать. Кстати, как бы у меня не менялся вес, мне всегда говорили, да, возможно, ты пухлая, но кожа у тебя идеальна. И честно могу вам, кстати, сказать, это будет, наверное, такое, впервые такое признание. Вот кому бы я не нравилась, кто бы на меня не обращал внимания, там, мужчины, женщины. У меня очень в жизни вот где-то с 25 лет было много случаев, когда люди, увидев меня вблизи, восхищались моей кожей. И смотрите, сколько лет прошло. Прошло 20 лет. И я по сей день получаю комплименты, когда люди говорят, боже, какая у вас кожа. Особенно, когда летом, когда я в открытом и так далее. А начиналось все достаточно сложно. Я находилась под гримом каждый день. То есть я постоянно работала, постоянно была загримированная. Я на себе испытывала разные уходовые продукты, начиная с самых простых. И вы знаете, вот особенно сейчас мы живем в мире, где так много разных продуктов. Вроде бы все знают, как ухаживать за собой. Но на самом деле мало кто знает, как за собой ухаживать правильно. И в этом главная проблема. Вы знаете, мне вот все говорят, часто в комментариях читают, ну ладно, у вас столько денег, у вас своя клиника, вы, наверное, себе делаете уколы. Конечно, я себе делаю укол. Но я хочу вас разочаровать и сказать вам, что уколы делают все, у кого есть деньги на инъекции. А хорошая кожа у единиц. Потому что хорошая кожа никак не связана с тем, что вы сделали инъекции. Инъекции вам дают только возможность подтянуть ваше лицо. Но они не улучшают качество вашей кожи. Об этом и о многом другом. О многом другом я бы хотела поговорить с Олей Манихиным. Оля косметолог, к которому я хожу. Оля работает по клинике Коперник. Вот поэтому прошу вас с нами Оля. Всем привет. Всем привет. Итак, начнем с самого главного. Начнем с моего любимого вопроса. Вот вы колетесь и у вас очевидно, что хорошая кожа. Оль, скажите, пожалуйста, что дает укол и что дает уход? И почему одно без другого не работает? Абсолютно верно. Никогда невозможно сказать, что профессиональная косметология невозможна без домашнего ухода. Системность домашнего ухода – это очень важный этап всей красоты кожи, всего здоровья кожи, молодости кожи. Домашний уход очень важен и очень важно правильно определить свой тип кожи. Очень важно правильно подобрать косметику, которая подходит именно вашему типу кожи. Ну вот смотрите. Я, например, люблю косметику All Done. Она у нас есть много лет. И у нее есть пилинг. Вот знаете, который на лицо. Так он достаточно острый. Первое время даже глаза слезятся. Но очень хорошо прочищает. То есть, если нет возможности сделать пилинг или сходить к косметологу, я всегда делаю эту маску All Done. Так вот, несколько лет назад такой лайфхак, которым вы меня научили. Вы мне все время говорили, что лицо заканчивается там, где заканчивается грудь. И у меня даже домашние удивились, что за маска такая. А вы знаете, что вообще маску надо так накладывать, просто вам так никто не говорит, потому что это дополнительные расходы. И косметические марки, понимая, что человек все равно выбирает, они просто вам не говорят, возьмите всю банку, намажьте на себя. Они вам говорят, что это маска для лица. Но любая маска для лица идеально подходит вашему телу вплоть до, как бы, да, там, низкого выреза на груди. То есть, почему я это? Что на мне вчера вот эта вся маска, она была вот ровно, вот, как бы, да, там, по грудь. Это самый правильный вариант. Наверняка все видели старые, вот, буквально года, лет два назад фотографии Моники Белуччи, да, когда все удивлялись, что лицо осталось у нее красивым, а шея стала очень, очень хорошо. Да, вот расскажите про это. Почему? К сожалению, очень многие косметологи, да, и косметические линии, когда рекламируют маски для лица, очень часто рекламируют прям по контуру лица. И говорят, вот эта маска для лица, пожалуйста, ее пользуйтесь. Но лицо – это не только лицо. У женщины очень-очень сильно стареет шея, которая выдает ее возраст, и руки – это очень важно. Поэтому ухаживайте с тобой правильно. А скажите, пожалуйста, такую вещь. Вот я же правильно понимаю, что нет такой пластической операции, чтобы натянуть шею? Что делать вообще с шеей, если она не ухоженная? Если вы шея не ухоженная, и если запустить в процесс, действительно сделать ничего нельзя. Поэтому вовремя мы используем домашний уход, мы используем инъекционные и аппаратные процедуры. А скажите такую вещь. А вообще бывает, например, не супер дорогая, но хорошая косметика? Вот как вы относитесь к тому, что хорошая косметика – это только дорогая косметика? Абсолютно не согласна. Абсолютно не согласна. Качество и эффективность косметики зависит не от ее цены, а от ингредиентов, входящих в состав. А как понять, какие ингредиенты тебе подходят? Это очень серьезный вопрос, потому что нужно очень тщательно читать этикетку и смотреть, что на ней написано. А ты сам способен понять, какая косметика тебе подходит, или все-таки без рекомендации врача это достаточно сложно? Я всегда советую советоваться с косметологом, с доктором, с драматологом для того, чтобы точно определить, что вам подходит. И тратить деньги зря. А скажите, пожалуйста, вот есть какой-то минимум, который вы можете обознать, что вот какая сумма, не знаю, 3 тысячи рублей в месяц, 4, вот базовый какой-то набор можно приобрести и за собой достойно дома ухаживать? Достойно дома ухаживать, на абсолютно адекватном, даже можно сказать, хорошем, качественном уровне, это примерно 3 тысячи в месяц. Это прям очень хорошо. Ну я так посчитала, в принципе, на эту сумму прекрасно можно купить продукты Энселанджи. Я вот, кстати, раньше ругала маски Вальмо, но не хочу больше ругать, потому что они мне столько прислали, правда, подарков. Я думаю, ну дай попробую, такая дорогая косметика. Да, вот они мне по-прежнему не нравятся, потому что очень дорого, и не успеваешь на лицо наложить, и они рвутся, но у Васильевича у меня так сложилось. Но крем, правда, шикарный. То есть абсолютно четко могу сказать, что, конечно, качество крема у них блестящее. То есть они насыщенные, они жирные, они в мою коже очень подходят. И вот я просто вот умазывалась кремом. Но опять-таки, да, я понимаю, какая проблема может быть у покупателя. То есть покупатель же хочет мгновенного эффекта. То есть я мажу, я вижу, что все хорошо, но мне до этого было неплохо, но еще лучше, мне приятно, красивая банка, красивый экспириенс. То есть я с этим окей. Но вот к слову о деньгах, да, то, что вот маска Энселанджи, она стоит 980 рублей. Вот девушки, не среди нас, наверное, нет девушки, которые скажут, что я ни разу не засыпала, выпив бокал вина. И каждый из нас скажет, что, к сожалению, после определенного возраста, я бы сказала, даже после 25 лет, каждый этот бокал вина виден на лице. То есть ты с утра посыпаешься, и у тебя приятные легкие отеки. Они сходят, конечно же, с течением времени. Но они напоминают тебе о неправильно проведенном вечере. Так вот маска Энселанджи, вот это просто как бы, да, там то, что я всем гарантирую. Ты берешь, ты ее накладываешь, даже если ты пил 3 бокала вина, ты стоишь, у тебя абсолютно ровная кожа. Вот я очень люблю косметику, которая дает мгновенный эффект. Элдан, если, значит, хотите очистить кожу, мгновенный эффект. Пилинги наши, мгновенный эффект. Там есть какие-то маски, Red Carpet, маски разных американских брендов, где сетка в основе. Мгновенный эффект. Я такое больше люблю. Оля, скажите, пожалуйста, важную вещь. Вот сколько раз в неделю идеально, оптимально надо ходить к косметологу и что надо делать дома, утренний и вечерний ритуал? Ну, во-первых, все зависит от возраста. Если девочке 20 лет, у нее нет проблем, идеально ходить к косметологу один раз в месяц. Если девочке 40+, идеально ходить к косметологу один раз в неделю. А дома сколько времени нужно уделять уходу за собой? Ежедневно, утром и вечером. Поймите, самое главное – это система и регулярность. Утренний и вечерний уход – это очень важно. И утренний и вечерний уход имеют определенные этапы, которые ни в коем случае нельзя пропускать. Очищение – это очень важный этап, на который надо уделить отдельное внимание. Вот какие процедуры дома вы рекомендуете делать самой? Обязательно очищение, обязательно тонизация. Никогда не забываем о тонике. Обязательно мы наносим крем дневной или ночной, в зависимости от времени суток. И мы используем сыворотки для того, чтобы насытить кожу. Используем маски один-два раза в неделю для того, чтобы сделать такой полноценный, глубокий профессиональный уход дома. Оль, не могу у вас не спросить, вот мне 45 лет, вы знаете меня 10 лет? 12. 12 лет. Давайте честно, кстати, вот на самом деле, абсолютно честно, как менялась моя кожа вот за 12 лет. Вы меня все время смотрите, вы все время меня диагностируете. Вот какие изменения вы видите? Как я прохожу возрастные изменения и как я эти изменения надеюсь пока преодолеваю? Вы знаете, я вам скажу честно. У меня такое ощущение, что птина идет вспять. Кожа становится все лучше и лучше. Исчезают даже те какие-то малейшие проявления, которые были. Я насколько знаю, это связано также со стоматологическими процедурами. То есть я считаю, что процедурно все лучше. Ну потому что вы меня видели до брекета, вы после брекета. И после, да. Это очень серьезные изменения, которые тоже нужно учитывать. Действительно уличные. А это результат ухода, то есть вот хотелось бы понять, то есть до тех пор пока у женщин не начинаются возрастные изменения. Если она за собой правильно ухаживает по протоколу, у нее объективно может улучшаться кожа, а не становится? Несомненно. Несомненно. Регулярный уход, правильно подобранный, вовремя подобранные активные ингредиенты и сыворотки дают потрясающий результат. И действительно я могу сказать по себе, что я выгляжу сейчас лучше, чем в 21 год. А сколько вам лет? 42. Прекрасно. Дамы, то есть как вы видите, ничего недостижимого нет. Жизнь после 40 только начинается. И вы знаете, вот Оль, большое вам спасибо. Я вас очень люблю как косметолога и как профессионала, потому что вот вы мне тоже делаете инъекции, вы никогда мне ничего не делаете экстра. Вот люди, когда пишут про инъекции, инъекции бывают разными. Я, например, смотрю, есть девчонки молодые, им 30 лет, но там уже вообще ничего от лица не осталось. То есть там просто все залито инъекциями. Я не понимаю, зачем это делается. То есть мы с вами все делаем очень аккуратно, очень постепенно, заполняя какие-то там пустоты возрастные для того, чтобы сохранить каркас лица. Я очень хочу, чтобы вы сказали тем, кто нас сейчас видит абсолютно честно. С какого возраста можно начинать инъекции? С какого возраста я начала инъекции? Пусть все знают правду. Начинать инъекции нужно не с определенного возраста, а по проблеме. Когда мы приходим к косметологу, мы должны приходить не за улучшением внешности, а как к врачу с жалобой. Если есть морщина, нужно делать инъекции. Если нет их, делать этого не нужно. И очень плохо, что сейчас наши косметологи, очень многие в погоне за какими-то материальными ценностями делают такие инъекции, которые потом приходится мне исправлять. А что это самый расхожий пример? Что это? Очень активные губы, невероятные большие скулы, отечное лицо становится. Это очень некрасиво. Девочки, будьте элегантными и интеллигентными. Сейчас это в моде. Именно интеллигентность и пример. Спасибо вам большое, Оль. Очень приятно было с вами пообщаться. Удачи. И до встречи в кабинете. До встречи. Ну что ж, это была Оля Манихина. Оля, большое вам спасибо. Ну а мы идем дальше. Итак, мы переходим к следующему очень важному этапу. То есть уход за кожей. Это второй элемент современной феи. Потому что, если вы не будете ухаживать за кожей, то у вас никогда не будет никакого результата по уходу за собой. Щит-фея. Это ее безопасность. Это ее привлекательность. Это ее живая красота. Этап третий. 30-35. Поиски экспертов, которые разделили твою жизнь на попытки и на действия. То есть ты все время что-то пытаешься делать. И в конце концов, соответственно, ты наконец-то узнаешь рецепт, как действовать, как совершать какие-то действия, которые приводят тебя к результату. Значит, моя основная проблема. У меня очень вьющиеся и непористые волосы. И впервые я их испортила, когда начала работать на грузинском телевидении. Потому что я работала вперед, когда рухнул Советский Союз. Те, кому за 40, кто из Грузии, они так помнят. Не было света, не было, соответственно, электричества. Так как не было электричества, то вынуждены были сушить волосы на газовой плите. Ну и как вы понимаете, от этого волосы жгутся и портятся. Это был первый этап. Дальше, соответственно, я очень много работала на телевидении, волосы постоянно сушили. Тогда таких мягких средств не было. Поэтому, конечно, волосы постоянно подвергались деформации. Тоже выпадали, тоже у меня портились. В конце концов, я пришла к пониманию того, что мне нужно обратиться к профессиональному стрихологу. И у меня должен быть профессиональный стилист, который занимается моими волосами. Который мне правильно советует, как за волосами ухаживать. Вот. И после того, как у меня открылась клиника в Москве, я надеюсь, лучшая спа-клиника в Москве, Коперинник, вместе с Линдой Петровной Гусевой, то я познакомилась с Алексеем Лохардовым, которому я на все 100% доверяю. Очень тяжело ходить к другим специалистам иногда по съемкам. Но, слава Богу, Алексей всегда мои волосы спасет, всегда меня красиво причешет. И я с удовольствием вас хочу с Алексеем познакомиться. Встречаю. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Прекрасная укладка. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Не погоди поправить, конечно. Ну что, Алексей, родной, как вы поживаете? Поживаем прекрасно, живы-здоровы. Вы, вижу, тоже. Да. Вот, знаете, давайте вот сейчас как бы пройдемся по всем моим приключениям, связанным со стилистами по волосам. Почему многие из них меня недобрым словом вспоминают? Потому что, вот, например, я садилась на волосы, и я уже по первому движению рук понимала, что ничего не получится, что я буду ужасно причёсана. Почему это происходило? Потому что всё-таки столько лет профессиональной деятельности в эфире, они накладывают на тебя некий отпечаток, и ты уже по первым манипуляциям понимаешь, что происходит. Конечно. Вы уже в кадре как много лет? 16. Ну, то есть, практически, у меня будет, наверное, в 46, я вам смогу сказать, что я 30 лет в эфире. Да, то есть, уже столько рук прочувствовали, попробовали? Да, что уже просто люди на мне выросли, сходили в детский сад, в школу, в институт и, соответственно, пришли ко мне. Давайте начнем по порядку. Уход за волосами. Вот из чего состоит обычный бытовой уход за волосами дома? Что вы посоветите? Значит, самый первый важный этап – это очищение и мытье кожи головы. От этого зависит состояние луковицы, потому что от того, какая кожа, как себя чувствует луковица, от этого будет зависеть толщина волос, как быстро они будут расти и как долго будет держаться при этом укладка. Ну, вот смотрите, что меня волнует. Я просто смотрю, мне столько вообще сообщений пишут, ужас. Вот. Вернее, это хорошо, но просто их очень много. Вот. Я, знаете, что хотела спросить в первую очередь? Вот когда я пошла к трехологу, трехолог мне дал так называемый пресс-шампунь. И пресс-шампунь – это специальный до-шампунь, который чистит кожу головы. Вот для дома есть такие пресс-шампуни? Для дома есть такие пресс-шампуни, мы их называем детокс-шампуни, шампуни-пилинги, шампуни-скрабы. Это очень важная часть, потому что все делают пилинг и скраб кожи лица. Пилинг лица. С кожей головы то же самое. Луковица должна находиться в комфорте. Да, потому что, вот вы знаете, я пока к трехологу не сходила, я даже не знала, что нужно делать, соответственно, скраб головы. Конечно. На коже головы тоже образуются какие-то чешуйки. Их нужно периодически очищать, чтобы кожа дышала. И после этого ее мы увлажняем, и что комфортно и прекрасно. Волосы выпадают. Это бич женщины всегда был, есть и будет. Вот что нужно сделать? Какие такие превентивные меры можно предпринять, чтобы волосы не выпадали? Ну, волосы выпадают по разным причинам. Это может быть и состояние здоровья. Тогда мы, конечно же, должны обратиться к врачу. Потом это сезонное выпадение, это тоже в норме. Надо понимать, что в норме это выпадение до 100 волос в день. Если это длинные волосы, то, конечно, может казаться, что это много. Но не стоит пугаться. И есть специальные маски и уходы, которые стимулируют рост волос, укрепляют волосы. И питают луковицу, что тоже позволяет волосам меньше выпадать. Скажите мне следующую вещь. Все-таки в домашних условиях сколько раз лучше голову мыть в неделю? Это тоже очень хороший вопрос, потому что многие считают, что вот мы приучим свою кожу головы мыть там реже. Это неправильно, потому что волосы нужно быть по мере надобности. Например, если вот как у вас съемки, то естественно нельзя ходить потом после съемок с грязной головой там укладочные средства. И это работал фен, волосы сушились. Вот. Как только вы видите, что волосы грязные, у кого-то жирность больше, у кого-то меньше. Поэтому по мере надобности. Можно ли ложиться спать с мокрой головой? Ложиться спать с мокрой головой можно, если это комфортно для вас. А вот выходить на улицу, особенно в холодное время года, выходить с мокрой головой... А для волос вообще хорошо, когда, например, ты не сушишь фен? Конечно хорошо. Потому что в любом случае фен это дополнительное тепло, это не естественное тепло для волос. Да, особенно, кстати, вот в зимнее время года, когда у нас центральное отопление, когда большие перепады температуры с улицы и в помещении, нужно обратить большое внимание на сушку волос. Есть возможность, пусть волосы высыхают естественным путем. Если же вы сушите феном, обязательно зимой пользуйтесь термозащитой. И больше увлажнения, те же масла и питания для волос. А скажите, пожалуйста, сколько раз в неделю нужно делать маски? Маски, опять же, если у вас волосы тонкие, то маски достаточно раз в две недели. И если они не сухие, а нормальные, не окрашенные волосы. Если, например, вы пользуетесь горячими щипцами, вот, например, прошли съемки или у вас вечеринка, какое-то мероприятие, вы использовали щипцы, плойки всякие, после этого обязательно нужно сделать уход более питательным, более глубоким. Скажите мне, пожалуйста, Алексей, вот к вопросу о волосах, тут невозможно остановиться, здесь просто масса волос, например, как предотвратить седину раннюю? Надо ли ее закрашивать? Не надо закрашивать. К сожалению, пока еще не придумали такую таблетку, мы были бы все счастливы, да, чтобы остановить это раннее седение волос. Красить волосы, ну, седина не красит никого. Вот в этом плане, когда говорят, что я буду стареть красиво сединой, я с этим не согласен, седина – это сразу плюс сколько-то лет. Ну, вот смотрю на вас и думаю, вы знаете, у меня есть очень много знакомых мужчин, кто пересадил волосы. Вот у женщин же никакого другого варианта нет. Вы вообще встречали клиента, кто пересадил волосы? Мужчин, да, женщин. А вот мужчины, кто пересадил, какой эффект? Очень классный эффект и прям поразительный эффект. И я тоже к этому присматриваюсь, у меня тоже есть эта проблема. Вот пока пандемия немножко отложила этот момент. Очень крутые результаты, и реально волосы растут, и растут густые, и выглядят естественно, и все шикарно. То есть нам, девочкам, в отличие от вас, мальчиков, деваться некуда, ухаживать, ухаживать и еще раз ухаживать? Ухаживать, конечно. Если уже началась эта проблема, как сказать, генетическая, и уже это прогрессирует, то, конечно, нужно постоянно делать уходы. Опять же, обращаться к трихологам. Потом трихологи рекомендуют косметолог. Косметолог подбирает правильные коктейли, те же мезотерапии, которые поддерживают состояние волос и качество волос. Но я надеюсь, что девушки, юноши, которые столкнутся с вами на нашем курсе, они получат ответы на гораздо большее количество вопросов, потому что я все время говорю, что, вы понимаете, одно не существует без другого. Если вы хотите трансформироваться, невозможно трансформировать тело, не трансформировать волосы, трансформировать волосы, не трансформировать кожу. Это все часть как бы одного процесса. Однозначно. Я сталкиваюсь с тем, что очень многие там и девушки, и мастера очень часто много используют горячие инструменты. И вот там же на курсе я показываю, как более аккуратно и щадяще обращаться с волосами. Вот как с вами научились, нашли такие способы, когда всегда шикарно волосы объемные, они уложены, но минимум тех же укладочных средств, но они будут ухожены. Да, но знаете, все время все удивляются, потому что я куда не приду, я все хотят залить какими-то препаратами, и надо меня заливать. У вас не будут лежать волосы. Особенно я люблю, когда я только села, знаете, мокрые волосы, и на меня как шик, прям прям не хочется ругаться, что мы взяли, выдавили и начинают расчесывать волосы. И здесь вы абсолютно правильно. Правильно подобранные продукты, правильно подобранные инструменты, и волосы мы не пересушиваем, не пережигаем, и при этом они выглядят шикарно и отлично. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До новых встреч. До новых встреч. Ну что ж, здоровье и красота волос. Итак, это третий фактор, растворите внутренней красоты. Волосы, вы понимаете, это как рама для картин. Для любой картины очень важно, какая бы это ни была невероятная картина, все равно рама. Любая рама может испортить картину, и это абсолютно идентично касается волос и лица. Любое красивое лицо может быть испорчено плохими волосами, и наоборот. Волосы – индикатор в целом общего здоровья. Конечно, их количество, качество влияют на то, как вас воспринимают. А на свою очередь качество и количество волос влияет все, начиная от шампуня, заканчивая питанием. И возникает вопрос, как же сделать волосы красивыми? Вот на этот вопрос ответит, я надеюсь, Алексей Лохардов вам на нашем курсе. Так что наслаждайтесь, покупайте и пользуйтесь на здоровье. Итак, роскошные волосы – это третий элемент современной феи. То есть, ну понимаете, коса феи для привлечения внимания. Если уж мы говорим сказочные терминологии, то уже практически три волшебных эликсира найдены, и остался четвертый этап. И четвертое – волшебное слово. А волшебное слово, оно, скорее всего, будет очень простым, потому что четвертый этап – это полюбить себя. История о том, как я это называю влюбиться в себя с 35 до 40. Что это значит? Вот все то, о чем я вам рассказывала, может выглядеть очень скучно и нудно, потому что, ну, сидеть на диете, заниматься спортом, я сейчас закончу эфир, после этого эфира я пойду на рабочую встречу, я не лукавлю, мне реально по работе так сложилось, что после эфира у меня будет еще одно совещание. После этого совещания приеду домой в 22, я буду дико уставшей, только я почитаю, лягу в кровать, усну, надо уже вставать, потому что я ем рано, для того, чтобы между тем, как я поела, прошел час до тренировки. И все это так нудно и скучно выглядит, если я не люблю себя. Но если я люблю себя, то тогда уход за собой становится приятной привычкой. И тогда четкий план на жизнь дает вам понимание, куда вы идете, что вы делаете, спа, зал, питание, это все будет доводиться просто до автоматизма. И вы тогда точно так же, как я, не будете смотреть на меня в инстаграме и говорить, боже, боже, как она занимается, когда все отдыхают. Вы точно так же будете заниматься и на вас точно так же будете смотреть и говорить, боже, боже, как же она так выглядит, как же она так занимается. Почему? Потому что все станет четким и осознанным. И это самое главное. Напоминаю, что у меня структуризация знаний произошла, когда вышли первые две книги про лицо, про тело. Там есть все и про тренировки, и про уход за собой. Дальше я очень благодарна моим коллегам, в частности Линде Гусевой и Саше Цветковой, что они меня уговорили на создание школы красоты. Я, честно говоря, эту школу не хотела. То есть я не понимала, почему я должна большому количеству людей про это рассказывать. Но они меня уговорили, сказали, что, глядя на меня, может быть, не все понимают, что можно начать с очень, ну, скажем так, незначительных инвестиций в себя, доступных любой работающей женщине, и прийти к тому результату, который у меня есть. Потому что люди видят меня сегодняшнюю, и не все меня помнят вчерашнюю. Им кажется, что вот тот результат, который есть у меня, и нет у них, это исключительно невероятные инвестиции в себя. Да, невероятные, но не материальные, а эмоциональные. И это вы точно можете. Ну и, конечно, решая свою боль, связанную с тем, какой косметикой я буду пользоваться, создание косметического бренда, тоже, конечно, подтолкнуло меня к структуризации всего этого мира красоты семейства Эль Сауджи, который меня окружает. Я желаю, чтобы вы испытывали искреннюю любовь к себе. Почему? Потому что это четвертый фактор моей личной трансформации. Вот сейчас просто задумайтесь, когда вы в последний раз сами себе делали подарок, вот конкретно себе. Не обязательно это было тем, что вы открыли двери холодильника, не обязательно должно быть тем, что вы купили какие-то новые сапоги. А вот подарок себе, например, вы себе подарили полноценный спадень. Любовь к себе, это вот как раз, например, регулярные занятия спортом, это и есть любовь к себе. Потому что нам же кажется, вот я люблю себя, пойду себе куплю какую-нибудь штучку. Но от этой штучки вы не трансформируетесь. То есть вы будете человеком со штучкой, но вы не будете новой версией себя. А когда вы, например, неделю сходили в спортзал и у вас появились первые результаты, вы становитесь новой, лучшей версией себя. И это и есть по-настоящему любовь к себе. Люди вообще не всегда обращают внимание на то, что исключительно любовь к себе может быть причиной трансформации. И я считаю, что это не любовь к себе, когда вы пытаетесь чем-то, что не является частью вашего тела, заменить эндорфины, которые вы можете выделять регулярно, только потому что вы привыкли к позитивным привычкам. И эти позитивные привычки вытеснили негативные привычки. Но возникает главный вопрос. Как же к этому прийти? Как полюбить себя? Как развить себе это чувство? И вот об этом я бы хотела поговорить. Вот мы с вами разобрали, что любовь к себе это четыре основных элемента. Эти элементы собраны. И эти элементы в совокупности они представляют некую волшебную палочку, которая разделяет, конечно, по времени вас до и после. Но вы как-то вот ей взмахиваете, глядя на себя в зеркало с момента первого дня, когда вы приняли решение о трансформации. И проходит какое-то время, и вы увидите в зеркале новую себя. Вы себя любите, вы себе нравитесь. И вы довольны тем, что вы не зря потратили свою жизнь, свое время не только на других людей, но и в первую очередь на себя. Поэтому напишите в чате, какие этапы из тех, о которых я рассказала, вы уже прошли. Мне было бы интересно узнать, в каком состоянии, в какой стадии находитесь вы. И при этом не могу не сказать, что когда я начинала, у меня такого выбора, конечно, не было. У меня был всего лишь один единственный путь. Это просто отказывать себе во многом ради того, чтобы в будущем увидеть себя той, кем я хотела увидеть. То есть я могла есть так называемый сегодня шланки-фуд. То есть мне гораздо дешевле было питаться в Макдональдсе, но я не питалась. То есть я лучше ела, не знаю, один грейпфрут в течение всего дня, вместо того, чтобы поесть плотнее в каком-нибудь ресторане быстрого питания. Но даже те сложности, которые передо мной были, они не мешали мне добиваться результата. Потому что я, кстати, всегда думала о том, какой я буду в 40. То есть мне было 20, вот людям 20 кажется, что мне когда-нибудь будет 40. А мне будет 40 очень быстро. И вот в 20 я думала, какой я буду в 40. В 40 я четко думала, вот какой я буду в 60. В 45 я понимаю, что мне бы в 75 хотелось бы офигенно выглядеть. И для того, чтобы офигенно выглядеть, я прожила большую интересную жизнь на пути к себе. И сейчас, предлагая вам пройти эту трансформационную программу, я могу вам сказать, что у вас есть, в отличие от меня, у которых был только один путь, у меня не было выбора, мне надо было просто, ну, в первую очередь, самосохраниться, выполнить все обязательства, которые я на себя взяла перед своей семьей. У вас есть два пути. Значит, первый путь, когда вы долго и мучительно, как и я, будете идти к результату, и вы обязательно к нему придете просто долго. А второй путь, это когда вы с моими экспертами, благодаря тем четырем этапам, которые я обозначила, достаточно быстро придете к результату, потому что все мои ошибки уже на этом втором пути учитываются. Это путь, который вы проходите с экспертами, не совершаете мои ошибки, не тратите лишние деньги, не тратите лишнее время, не тратите эмоции, энергии, не встречаете разочарования, которые встречала я, как бы постоянно экспериментируют, и достаточно быстро переходите к программе «Новая ты». Это год работы над своей красотой, над своим здоровьем, эмоциональным состоянием, вместе с экспертами, с которыми я вас познакомила не только, и лично со мной. Участие в этой программе возможно по стоимости, вот я, кстати, посчитала, мне будет интересно, сколько стоит моя программа. То есть в итоге по стоимости двух-трех походов в магазин, или 66 чашек кофе, или 24 походов в Макдональдс, или 68 пачек сигарет, это особенно приятно произносить, вы сможете прийти к программе «Новая ты». Итак, на какие запросы программа точно ответит? Первое. Если вам не хватает времени на себя, мы научим вас, как заниматься собой так, чтобы вам хватало на себя время. Если вы чувствуете усталость, сомневость, у вас нехватка энергии, мы вас научим, как быть энергичной, бодрой, подтянутой, стройной, веселой, счастливой, любящей себя и жизнь. Если вы хотели сделать свое тело более гладким и подтянутым, мы научим, как этого добиваться, в том числе и в домашних условиях. И если вы очень много по поводу питания, мне пишут, что испытывают дискомфорт от питания, не могут отказаться, срываются, как правильно питаться и как этому научиться, если вы станете участниками нашей программы, вы тоже это достаточно быстро поймете. Итак, за этот год с нами вы сможете достичь четырех результатов. Первое. Это ваше тело создать подтянутую фигуру. Второе. Это рост личности, раскрытие себя настоящей, которой вы себе нравитесь. Это лицо и волосы. У вас будет гладкая кожа, здоровые волосы, крепкие, красивые, шелковистые, блестящие. И энергия и любовь. Вы начнете любить себя и, как следствие, гораздо больше окружающий мир. Поэтому внутри программы вас ждет, значит, это четыре части. Программа состоит из четырех частей. Это первый курс про тело «Жигаем жир», второй курс «Уроки макияжа», третий курс «Я люблю себя». Все эти курсы, они имели разные стоимости. И вот если эти разные курсы посмотреть, вы их на экране сейчас видите, то обычная цена каждого курса гораздо выше той же финальной цены, которую мы предлагаем сейчас за один курс по стоимости года. То есть, и так, по стоимости года здесь очень много разных программ. То есть, там они все в совокупности составляют гораздо большую сумму, нежели один пакет, который вы купите. Поэтому очень рекомендую вам приобрести этот пакет. Надеюсь, что вы будете довольны. Пакетов много в зависимости от того, какое общение вы предпочитаете. Онлайн, офлайн, вы хотите встречаться, вы не хотите встречаться, вам достаточно минимальное знание, вам нужны расширенные знания, вам нужен куратор на курсе, вам не нужен куратор на курсе. С вами на этом курсе в любом случае в онлайне или офлайне будут Оля Манихина, Михаил Кузнецов, Алексей Лохардов, Варвара Бочина, еще больше экспертов, секрет-экспертов, которых вы пока не знаете. И сейчас самое главное – формат участия. То есть, здесь первый формат, на который осталось 238 места. Это доступ ко всем тренингам и материалам в течение года. Онлайн, офлайн встречи, мастер-классы, общий чат участников. На второй формат, новое превосходное, осталось 32 места. Здесь все из предыдущего пакета. Плюс это обратная связь от куратора. То есть, будет живой человек, конкретно прикрепленный к вашей группе, который будет вами заниматься в мини-группе. И будут прямые эфиры со мной 3 раза в месяц. Значит, есть очень крутой формат. Это новое, божественное. Это и осталось 11 мест. Значит, первое все из предыдущего пакета – личная консультация от Миши Уоли. Полное преображение в спа-клинике. Коперник от Алексея Лохардова. Кулинарный мастер-класс от моего нутрицолога, который научит вас правильно готовить. Ну и финал – ужин со мной. Вот, поэтому, пожалуйста, выбирайте, какой пакет вам больше подходит. Здесь есть на разные возможности пакеты. То есть, вы можете начать с самого малого, а можете сразу же начинать с пакета по максимуму. В пакете «Новая божественная ты» помимо годовой работы с экспертами, у нас в первом портале 2021 года будет роскошный ужин в ресторане «Кинадин». Так что жду и буду вам очень рада. Итак, сколько это все стоит по отдельности, вы увидите сейчас, собственно говоря, у себя на экранах. Поэтому убирайте пакеты, покупайте, у вас еще есть время. И если я правильно Александра понимаю, то такие условия у нас только в течение одного дня, правильно? Даже одного вечера. То есть, вот все условия, которые со скидкой мы предлагаем, они будут действовать в течение одного вечера. А пока, если позволите, буквально 5 минут, очень хотелось бы почитать сайт и ответить на 5 самых классных вопросов. Можно? Итак, скажите, это онлайн или офлайн обучение? Смотрите, пожалуйста, на пакеты, что-то будет в онлайне, что-то будет в офлайне, в зависимости от пакета. По-моему, это и есть запись, а не прямой эфир. Нет, не правда, Таша, это прямой эфир. Как классно, хочу «Новая божественная ты». На «Новую божественную ты» осталось всего 11 мест. Этот пакет изначально стоил 129 900 рублей. Сегодня только он продается по 79 900 рублей. Там всего лишь 11 мест. Большое спасибо за комплименты, которые слышите. На какие упражнения для ног, чтобы не было мужских, грубых, накачанных икор. Ну, я надеюсь, что вы приобретете пакет, и Михаил вам расскажет, какие упражнения надо делать. А я завтра покажу, потому что завтра как раз буду тренироваться. Вот, дальше, значит, а для мужиков есть подобное? Моя туша весит 130 килограмм, хочу быть новым божественным. Дорогой мужчина, присоединяйтесь, поверьте мне, мы вас приведем в порядок. Тина, когда первого с утра берете руки в телефон? Ну, так как у меня, правда, достаточно высокий уровень ответственности, к сожалению, как только просыпаюсь, буду откровенной. Мой муж гораздо моложе меня, я вышла замуж по любви поглупости, лежит на диване, что-нибудь делаю, я все на себе тяну, как спасаться? Ну, вы знаете, если ваш муж вышел, оговорка по Фреду, вышел замуж за вас для того, чтобы лежать на диване, и вы его не можете изменить, то, может быть, не надо менять себя, и надо пойти дальше, вот, как мне кажется. У меня тоже муж гораздо моложе меня, но он на диване совсем не лежит. Сколько у вас приемов в пище в день? Два приема в пище. Скажите, пожалуйста, 50 не поздно начинать трансформацию? 50 никогда не поздно начинать трансформацию, 50 нужно начинать трансформацию. Значит, какие лайфхаки дадите начинающему телеведущему? Ну, здесь все очень просто, берете русскую литературу, начинаете слов читать, себя записывать до бесконечности, пока то, что вы записали, вам не понравится. И да, не забывайте, в интернете правильно находить ударение слова, ударение которого вы сомневаетесь, но и мое любимое. Пожалуйста, не пользуйтесь англицизмом. Итак, Терра пишет, ладно, пойду, поем напоследок. Да, можно поесть напоследок, приобрести курс и с завтрашнего утра начать жить сначала. Ну, собственно говоря, очень много хороших вопросов. Большое спасибо всем за участие. Итак, все, кто сейчас видят пакеты в доступе, могут спокойно приобретать пакеты. Я желаю вам удачи, оставайтесь с нами, выбирайте пакеты, присоединяйтесь. Вот тут совсем себе не нравится, сил больше нет терпеть, я хочу делать пластику. Я вам скажу честно, только что бы вам не говорил, я не делала пластику. И вам не советую. Пластику нужно сделать уже, вы знаете, когда все пройдено. Все пути пройдены, все сделано, нечего больше делать. И вот последнее, что нам поможет, это пластика. А до тех пор, пока вы сами, благодаря тому, что вы дышите, слышите, можете что-то себе изменить, я вам очень рекомендую не делать пластику. Поэтому, если вы мне поверите, и если вы решите трансформировать себя, пройдет какое-то время, и вы меня обязательно вспомните со словами благодарности. Я в этом уверена. Хорошего всем вечера. И помните, что после 19.00 есть не рекомендуется. До встречи завтра на тренировке. Все, у нас не видно, не слышно. Черт, а я хлопаю. Все хорошо? Да. Все отлично. Все супер. Да? Все супер? А можете все зайти, друзья? Все похлопаем, сделаем общую сториз с Диной. Да. Можно сделать общую сториз? Нужно. Заходите, заходите, заходите сюда, все, за Тину, хлопаем, хлопаем. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Ура! Как все прошло, дорогие друзья? Огонь? Супер. Все очень круто. Все хорошо, с завтрашнего дня все начинают вместе худеть. Наша группа тоже. Все участники школы худеем, занимаемся спортом, правильно питаемся. И не останавливаемся. Мне больше всех нужно. Да. Да. Все хорошо. Все хорошо. Продолжение следует...